Всем привет! Меня зовут Александр, я руководитель направления франчайзинга Пекарни Хлебери. И сегодня я вам хочу рассказать про очень важную тему для открытия пекарни. Это выбор локации и соответствующее помещение. Это очень важная тема по той причине, что от этого будет зависеть успех вашего бизнеса. Потому что пекарни это бизнес, который открывается на трафике. Если мы откроемся в неправильном месте, то никакая реклама не поможет и все усилия будут напрасно. Придется переезжать на новую локацию. Поэтому очень важно изначально выбрать это помещение правильно. Именно как находить эти помещения мы расскажем в следующем видео. А сейчас расскажу о критериях помещения, которые подходят для пекарни. Самый главный и самый важный критерий для выбора помещения это трафик. Что такое трафик? Это количество людей, которые проходят мимо нашего потенциального места. По той причине, что люди покупают хлеб возле дома или где им удобно. Они специально не поедут туда, где продается хлеб. И поэтому нам нужно выбирать такие места, где уже есть достаточное количество людей, которые проходят в течение дня. А самое главное сейчас запомнить эту цифру 350 человек в час. Это такая средне-минимальная цифра, при которой стоит рассматривать помещение. Но на эту тему мы сделаем отдельное видео, где более подробно расскажем, как считать трафик, как определять трафик, какие типы трафика бывают и так далее. Это очень обширная тема и очень важная. Поэтому мы вынесем ее в отдельное видео. Сейчас здесь и углубляться не будем. Самое главное запомните, что количество трафика это должно быть не менее 350 человек в час. Далее, следующим критерием является площадь помещения. Самая минимальная площадь это 45 квадратов. Так как пеньш уже пекарню полного цикла с производством на меньшей площади открыть не получится. Идеально, конечно, является площадь 55-60-65 квадратов. Большую площадь тоже можно рассматривать для аренды. Но там уже есть свои нюансы. То есть этой площади будет слишком много. Так как мы открываемся в хороших местах, аренда стоит дорого, то нам такая площадь будет уже экономически нецелесообразна. Таким образом мы делим помещение и часть помещения начинаем сдавать в субаренду как арендодателя. Следующим критерием для выбора помещения является наличие электроэнергии. Нам для пекарни необходима трехфазная сеть напряжением 380 вольт и мощностью не менее 35 киловатт. Таких помещений на рынке не очень много. Но самое главное понимать, что эта проблема решаема и в большинстве случаев есть возможность увеличения. Да, конечно, это влечет за собой дополнительное вложение в открытие пекарни и немного увеличивать сроки открытия. Но самое главное, что мы помогаем нашим партнерам в решении этой проблемы. Знаем, какие документы и куда нужно подавать, как минимизировать затраты и уменьшить сроки. Далее по техническим условиям помещения нам необходима коммуникация в виде канализации и водоснабжения. А если таких условий нет, то эта проблема тоже решаема и мы можем вам с этим помочь. Но, как правило, этот процесс достаточно долгий и затратный. Поэтому от таких помещений для первой пекарни мы советуем вам отказаться. А также нам необходимо сделать приточную и выстяжную систему вентиляции. Она состоит из множества больших труб и специальных вентиляторов. Так как на производстве очень жарко, и весь пыл печей и запах пирожков нам необходимо выводить на улицу. А из этого вытекает следующий пункт. Это местоположение и тип зданий. Лучшие варианты это не жилое, а отдельно стоящее помещение. Такие варианты, как павильон, пристрой и рынок. Также можно рассмотреть помещение в торговом центре, но для этого желательно отдельный вход. Менее приоритетное помещение для пекарни это живой дом. Так как нам необходимо ввести вентиляцию на самую крышу. Это не всегда возможно и стоит очень дорого. Конечно, есть решение этой проблемы. Специальная установка, которая фильтрует все запахи. И вентиляцию на крышу ввести не нужно. Но опять же, эта установка стоит очень дорого. А еще во время работы пекарни в живом доме могут возникнуть проблемы с жильцами. И при ремонте пекарни необходимо делать очень хорошую шумоизоляцию. В нашей сети есть опыт открытия пекарни в жилом доме. Но для открытия вашей первой пекарни такое помещение лучше не рассматривать. Я перечислил базовые требования, но это только вершина айсберга. На самом деле есть очень много неочевидных вещей, которые главным образом влияют на выбор помещения и на будущую успешность пекарни. Такие критерии, как первая линия, удаленность от тропы, наличие и количество ступеней у входа, витражные окна и многое другое. Но этой информацией мы готовы делиться только с нашими партнерами. Выбрать хорошее помещение, в котором вы точно будете зарабатывать с первого раза и без опыта, это практически невозможно. Но в этом мы готовы вам помочь. Обучить вас, передать весь наш опыт. Для этого можете оставить заявку на нашем сайте Хлебери. Ссылка будет в описании. О том, где и как искать помещение, какие при этом есть нюансы и лайфхаки, мы расскажем в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на нас, ставьте лайки и до встречи в новом видео.